Сразу несколько амборитмов получается. Один амборитов я рассказал, второй амборитов я рассказал, второй амборитов я рассказал. И, в принципе, можно туховый дианин проверять. Можно считать степени вершины, проверяющие ли чёрных 0 или 2. И связность на самом деле тоже можно проверять. Как проверять связность? Но если нескорную реализацию не есть, а вот так же наглядно, то связность получается очень легко. Вы берёте и закрашиваете эту вершину, помечаете. После этого помечаете всех соседей этой вершины. После этого помечаете всех соседей, только что помеченных вершин. И так далее. То есть у вас как бы так распространяется закрашивание. И в какой-то момент у вас не окажется новых закрашенных вершин на очередной итерации. На новом шаге ни одной новой закрашенной вершины не будет. Можно посмотреть, что все вершины закрасили, а не все. Если все, значит граф светит. Если не все, а если ещё есть вот этот вот кусок, то значит граф не светит. Так вот. Какой итог? Итог такой, что проверять есть эйлеров в пути или нет можно алгоритмически. То есть можно написать программу, которая это делает. Но следующий вопрос, который встаёт. А насколько эта программа будет быстрой? Ну, конечно, это зависит от быстродействия компьютера, там вот ещё там разных факторов. Но в любом случае в алгоритме есть некоторые базовые операции. И можно измерять время работы в этих базовых операциях. Ну, например, сколько будет работать вот этот вот алгоритм, который закрашивает вершины, смотрится связанный граф или нет? Ну, значит, во первых шагов там будет не больше, чем число вершины. Потому что на каждом шаге либо какая-то вершина добавляется, закрашивается, и тогда не закрашивать надо меньше становится хотя бы. Либо ни одной и другой не добавляясь, а алгоритм заканчивается. То есть вот таких вот шагов будет не больше N, где N, число вершины. Ну, а как понять, нужно закрашивать вершину или нет? Ну, например, можно... Ну, да, я считаю, опять же, есть разная эффективность реализации, но это что-то самое простое. Например, можно взять, можно перебирать не закрашенные вершины, их тоже не больше N. И для каждой смотреть все ребра, которые к нее идут, и смотреть, закрашен ли другой конец этого ребра. И ребер тоже не больше N выходит из каждой вершины. Ну, и тогда получается, что называется, кубический алгоритм, в худшем случае, да, N шагов, на каждой распаде не больше, чем N вершин, и у каждой не больше, чем N соседей. Чем N-1 даже это не важно. Получается, что вот N в кубе каких-то таких базовых операций. Ну, а проверка первого условия даже еще прочего в квадрате будет, потому что нужно перебрать все вершины, которых N, и для каждой вершины посчитать сколько ребер. Ребер тоже не больше N, поэтому это в квадрате получается. И тут мы подходим к тому, что означает гуголька P. Гуголька P означает полиумиальное направление. То есть, если у нас задача массовая, то там бывают сколь угодно большие постановки, да, то есть граф сколь угодно большого размера, с кем угодно числом вершин. Поэтому, конечно, если задача большая, то будет работать долго, но вопрос, как быстро, ну, насколько круто растет скорость работы с ростом размера задачи. Но вот полиномиальность, это означает, что какой-то многочмен, да, то есть вен в какой-то степени N. Да, там N в квадрате, N в курдке, N в четвертой степени, но потенциально даже N в десятой, двухсотой. И какой из всего предыдущих можно сделать вывод? Вывод такой, что задача проверки, существует ли в графе Гейлера в путь, это задача из класса P. То есть время работы, это какое-то многочмен. Реклама Продолжение следует...